Из всего нас интересует только вот эта наклейка, которая говорит, что мой компьютер с RTX 4090, а значит абсолютное величие. Народ, всем привет, особенно тем, кто смотрел вчера PlayStation Showcase вместе со мной. Знаете, это чувство, когда ты такой next-gen чувак, надеешься на Ray Tracing, а тебе Sony на полном серьезе показывает котов-пиратов. Только один человек может избежать котов-эстропию, которая будет уничтожить. Очень смешно. Да, конечно, в конце шлифанули впечатление геймплейным трейлером Spider-Man 2, но по большому счету next-gen'а что-то пока нет. И я, конечно же, решил этот вопрос форсировать и смотреть. Это мой MacBook Pro 16 дюймов, начало 23-го года за 500 тысяч рублей на M.2 Max, понятно дело, здесь 96 гигабайт оперативной памяти. Это очень хорошая машина, которая отбилась буквально за несколько месяцев, но у нее есть один маленький недостаток. Знаете, какой? На нем нельзя играть. То есть ты как бы кайфуешь на работе, все здорово. Но когда ты приходишь домой уставший, у тебя есть два варианта. Включить Xbox, включить PlayStation, либо... Появляется третья опция, игровой ПК. И как вы знаете, я счастливый обладатель компьютера колеса на RTX 3080. У меня есть кайфовая сборка на RTX 4090, но все это стоит на работе. И последние годы я особо не страдал, потому что у меня был игровой ноутбук ROG на 2070, ему уже несколько лет. При этом его было достаточно, потому что он Full HD и в целом играет, даже Cyberpunk шел хорошо. Но хочется чего-то нового. И вы знаете, я люблю ASUS ROG, у меня от них есть и ноутбук, и телефоны, и аксессуары, там портативные мониторы, много разного интересного. Вот такая вундервафля ко мне приехала, и вы скажете, чемодан в чем прикол, а в том, что вот здесь лежит смартфон. Но я всегда думал, а что если взять Razer Blade, потому что он лучше всего подходит к, понятное дело, определению игровой MacBook. Потому что он похож на MacBook. И вот когда все поуходили нахрен, и один черт надо заказывать из зубу игра, я стал счастливым обладателем Razer Blade 18 начала 23-го года с RTX 4090. Просто зашлите его. Коробка, как вы понимаете, пустая, потому что я им уже какое-то время пользовался. Меня вот что бомбит. Есть версия с RTX 4090, Core i9 13-го поколения, 64 гигабайта оперативы. И эта штука стоит, что на Авито, что на Яндекс.Маркете, миллион рублей. Миллион рублей за игровой ноутбук. Миллион. В 2017 году мы с вами смотрели, помните, Acer Predator был атомный, с двумя картами. Вот это вот безумие. И он стоил 700. И мы говорили, ни хрена себе, 700 тысяч ноутбук, это что вообще делается? Это неподъемная хрень. Дичь. Просто дичь. 21-дюймовый изогнутый дисплей. Да-да-да-да. Причем с разрешением 2560 на 1080. Но, блин, эта игра мускулами, Acer говорит, смотрите, как мы умеем. И потом какие-то решения отсюда перекочевывают в другие продукты компании и так далее. Но это самый странный, самый дикий ноутбук, который я когда-либо видел и трогал. Просто дичь-дикая. Моя версия Razer Blade победнее, конечно. За миллион я уж... Что я вам тут вообще? Я не инфо-цыган, чтобы покупать ноутбуки за миллион рублей. У меня версия попроще. Всего 500 тысяч. 500 тысяч. Можете поставить лайк, так сказать, в знак поддержки. Вот. Потому что если мы будем продолжать работать, когда-нибудь я позволю себе ноутбук за миллион. Пока нищая комплектация за 500 тысяч рублей. Меня вот что бомбит. Когда ты представляешь компьютер за 500 тысяч рублей, кажется, что он должен быть упакован в золотой унитаз. Нет. Что это за эко-френдли буллшит? Ну, то есть, типа, это его упаковка. Типа, он вот так продается. На, бери. Здесь из интересного только всевозможные вот эти прикольные надписи. Типа Thunderbolt, THX, это про звук, HDMI. Охрененно, HDMI. Ну, кстати, требует, понимаешь, чтобы производители размещали все эти, понимаешь, стикеры и вот эти вот на коробках логотипы. А за это им скидон какой-то идет, как и Intel Insight и многое другое. Из всего нас интересует только вот эта наклейка, которая говорит, что мой компьютер с RTX 4090, а значит абсолютное величие. Внутри нас встречает вот такая коробочка, все так же из экологического картона, три раза выбринного, там же написано, понимаешь, иди, говорит, в зеленый вообще вот это все. Это, конечно, грустно, печально, потому что, ну, объективно, серьезно, я не понимаю, как? Это упаковка компьютера за овор нахрена денег. For gamers by gamers. Как давно я шел к этому конвертику. Мне очень нравится эстетика Razer, чуваки начинали с малого, и сначала это были аксессы, потом пошли в железо, постоянно показывают что-то новое, интересное. Я помню на CES своими глазами видел этот безумный ноутбук с выдвигающимися экранами. Сейчас, соответственно, они делают огромное количество разного прекрасного, разной степени, так сказать, продуманности, есть и абсолютное фуфло, но в целом прикольные, ты понимаешь, товары. Это заметный игрок на рынке, и они молодцы. В комплекте к моему компуктеру идет, понятно дело, вся нужная макулатура. Thank you for choosing a Razer system. Благодарят меня для начала, говорят, Валя, ты все сделал правильно. Во-вторых, меня поздравляют тем, что я вообще красавчик, опять же, человек, понимаешь, пишет мне практически от руки, говорит, спасибо, что ты нас выбрал, ты вообще красавчик, тут на нескольких языках. Мин Лянг Тан, co-founder and CEO, опять же, приятно. Ты креатор, заходи на NVIDIA Studio, качай драйверы, и все будет тебе хорошо. Дальше, у меня есть маленькая, понимаешь, вот такая вот просто юзер-гайд история с рассказом о том, что мой компьютер себя представляет, что он умеет. Дальше, у нас с вами есть стикеры, опять же, мне кажется, это показатель вообще уровня, да. Стикеры, это хорошо. Razer логотип, Razer хрома RGB и ForGamerBuy. Геймер, ForGamer... Хорошо. И самое-самое нами любимое, то, что должно быть в комплекте с каждым абсолютно девайсом, тряпочка. Я считаю, что люди, которые кладут тряпочку в комплекте, это хорошо. Единственное, есть нюанс, еще меньше нельзя было сделать. Это что за демо-версия тряпочки, чуваки? Типа вы реально зажмотили. Она даже... А, нет, брендированная, хорошо. Есть вот эти вот змеи или что это на логотипе Razer, хрен его знает. Вот такая вот радость. Но я вас здесь собрал сегодня не для того, чтобы показать пустую коробку. Я вам сегодня расскажу про свой игровой... О, блин, аккуратно. Рюкзак. Потому что... Ну, рюкзак. Игровой рюкзак. Что я ношу с собой, когда езжу, так сказать, в поездки? Значит, во-первых, это рюкзак для ноутбука 17,3 дюйма. И, как мы с вами понимаем, величие современных ноутбуков 18 дюймов в том, что они помещаются в корпуса 17,3 за счет того, что рамки стали тоньше. И это замечательно. И многие прямо сейчас меня спросят, во-первых, что за прикол с 18 дюймами, а это новые, понимаешь, 17,3. У нас теперь вместо 15 и 16, вместо 17 и 18. И это хорошо, потому что мы, так сказать, развиваемся всей индустрией, и это замечательно. Второй момент. Почему я не взял Razer Blade 16 на мини-леди 4К? Потому что это баловство. Абсолютно нахрен не нужен мини-лед. Я не понимаю, в чем прикол. Может быть, меня когда-то переубедят. У меня есть айпэды на мини-леди, и я не понимаю, в чем их прикол. Какого-то великого, понимаешь, роста яркости я не углядел. Никаких приколов в этой технологии я для себя пока не осознал. В общем, смысла нет. И 4К в игровом ноутбуке это баловство. Понимаешь, нахрен не надо. Меня более чем устраивало Full HD в моем роге. И это классно. А здесь у меня, понимаешь, будет QHD+, или что-то там. Вот это 2160 или там. Хрен за, сейчас узнаем. Короче, кайф-то в том, что это 240 Гц экран, 18 дюймов. Вот где величие. А вот это вот 16. Почему 16? Короче, Razer очень странный. Чуваки, на мой взгляд, надо было делать ровно наоборот. Или как его, черт его знает. Но я бы в любом случае выбрал самую большую версию. Потому что один хрен таскать с собой 3-4 килограмма. Так хотя бы с большим экраном. Значит, у меня вот тут вот хранится, знаете что? У меня хранится мышка. А это тоже Razer, очевидно. Почему? Потому что у нее есть два режима работы. Либо она подключается через свисток, что я сделал со своим игровым ПК. Либо через Bluetooth. Как я ее и подключаю к своему ноутбуку. Это очень удобно. Мышка красота. Прям нравится. Но, вы не поверите, я из тех сумасшедших чуваков, опять же, бумага внутри, все, понимаешь, черно-зеленое. Мне очень нравится эта эстетика, черно-зеленое. В ней есть какой-то стиль, однозначно. Я из тех сумасшедших ребят, которые не знают, как открыть свой собственный рюкзак. Нашел. Во-первых, все игровые ноутбуки дико шумят. Поэтому я взял себе что? Я взял себе вот такие затычки от Razer. Опять же, понимаешь, все должно быть в стиле. Стиль – это основа всего. И это версия Hammerhead, True Wireless Pro. По-моему, не самая новая или не самая навороченная из возможных, но приколдесная. То есть, это затычки с эффектом технологии активного шумоподавления, что нам и нужно для того, чтобы не слышать шум кулеров. Здесь они, понятное дело, продвинутые, но это хорошо. Правда, оказалось, что кулер не такой громкий, не такой навязчивый, не такой раздражающий, как я себе представлял. Поэтому, видите, я их даже не успел распаковать. То есть, они мне не пригодились за ту неделю-две, что я пользуюсь этим ноутбуком. Конечно же, я купил себе свежий Xbox Elite Controller. Потому что я все-таки консолидрочер, а значит, я обожаю все эти геймпадики. Здесь у меня все с собой, проводуля для подключения, всякие другие радости. И он просто черный. Вот жалко, нет у Elite Controller в черно-зеленом исполнении. Я бы купил, чтобы было хорошо. Razer делает и геймпады тоже. И я одно время хотел взять себе Razer геймпад, чтобы совсем хорошо. Но на выходе он оказался каким-то фуфлом. И я решил, что Elite Controller примерно в те же деньги лучше трата бюджетных средств. Ну и самый прикол в том, что у нас с вами GAN адаптер питания. Вот таким образом он выглядит. И вы охренеете от того, что, во-первых, он не очень большой. Мы с вами привыкли, да, что современные сетевые адаптеры для ноутбуков это какая-то прямо дичь дикая. Нет, такого не происходит. И самый кайф в том, что это все на 330 Вт. Понимаешь? Вот такая вот бздюлина. 330 Вт адаптер моща дикая. Ну, то есть, хорошо. Поскольку эта версия приехала откуда-то из хрен пойми, что это за вилка вообще Китай-бабай. Нужен переходничок. В этом месте мы говорим спасибо ребятам из biggeek.ru, лучшего магазина в галактике. Которые помогли мне эту радость добыть, купить. И без них было бы все не так хорошо. За что я их искренне люблю, так это не просто за ассортимент и так далее. А за всегда желание и вовлеченность в любой вопрос. И это круто. Поэтому они всегда вам помогут найти какую-то нестандартную комплектацию макбука. Либо еще чего-то. Обращайтесь, они всегда помогут. Ссылка, как обычно, в описании. Ну и вот он. Главный виновник нашего сегодняшнего сабантуи. Razer Blade 18 дюймов. Черный, прекрасный, замечательный. Значит, заляпывается, как тварюга вообще. Абсолютнейшая причем. Это ноутбук, которым я, ну не то чтобы активно пользовался. В смысле, ну, то есть, понятное дело, я его открывал. Я его не лапал всеми вообще возможными и невозможными способами. Обратите внимание, что на нем и пыль почему-то дико видна. И, конечно, все отпечатки пальца. Можно построить дактилоскопическую карту. Поэтому, наверное, правильно было бы иметь какой-то виниловый стикер сверху. Но мне нравится. Вот этот алюминий, это все замечательно. Три с хреном килограмма веса. Не прям ужас, как много. Мне очень нравится, что снизу аж три кулера, понимаешь, классических два мы видим справа-слева и еще один внизу. Причем расположен он аж посередине батарейки. Вот настолько это все тяжелое, злое и прекрасное. Батарея, кстати, не самая здоровая, всего на 92 плюс-минус ватт часа, что хватит на 4 плюс-минус часа игры работы. Но вы должны понимать, что это не игровой ноутбук, это игровое мобильное решение, которое ты перенес из кухни в гостиную, взял с собой в рюкзаке куда угодно. Но это не та вещь, которая работает от батарейки. Эта штука работает от сети практически всегда. Второй момент. Сзади у нас с вами нету вообще никаких портов, что роднит его, кстати, с макбуком в этом смысле. И у нас вообще набор портов похож на то, что мы имеем в современном макбуке 16 дюймов. Это, конечно же, вот здесь вот у нас HDMI, USB-A классический, Thunderbolt 4, конечно же. Kingston Lock его правильно называют, да? И SD-карты. Вот так это выглядит. С другой стороны еще два USB-A, еще один Thunderbolt 4, стоять. И комбинированный порт для подключения микрофона наушников. Все, ровно такой же набор, но за исключением того, что Apple, понимаешь, игнорирует USB-A, мы находим в макбуке. Из отличия здесь единственное, что правильно, гигабитный порт, причем на 2,5 гигабита. И это здорово. Свой проприетарный стандарт зарядки, можете видеть, что он так же, как и MagSafe, подключается хошь с одной стороны, хошь с другой. Но с ним есть один прикол, один. Вот так выглядит коннектор. В отличие от MagSafe, он втыкается и конкретно причем. И когда вы его подключаете подобным образом, он вам перекрывает часть портов, что абсолютно неудобно. То есть, у вас здесь никак это не подключить. Поэтому, фактически, он всегда подключается следующим образом. Поэтому, зачем мы его сделали с возможностью подключения туда и сюда, не совсем понятно. То есть, провод странный, но при этом, видите, он Г-образный. И это тоже хорошее, прикольное решение. И провод сам, который непосредственно идет к блоку, видите, в оплетке, толстый, чтобы у вас вопросов с ним не было. Вот такая вот финтифлюха. Но самое интересное, конечно же, внутри. Берешь и открываешь. Ну, понятное дело, что он проходит тест на MacBook вообще на изях. То есть, ты его одним пальчиком вот так вот подцепил и, соответственно, открыл. Эта штука достаточно толстая. Вы, когда смотрите на промо-фотографии, такого ощущения нет. Но если взять его, положить вот таким вот образом и рядом разместить MacBook, вы еще охренеете. При том, что новый MacBook тоже как бы не самая тонкая в мире штука. Но посмотри. Он практически в два раза, вот здесь, смотри, ну, в полтора раза толще, чем MacBook. То есть, это прям действительно. И обратите внимание, это у нас с вами MacBook 16, не маленький компьютер. А это прям грабина гигантская. То есть, прям здоровенная. Вот настолько он его больше. Вот настолько он огромный, понимаешь? Вот такая вот штука, которая вполне действительно может заменить тебе десктоп. Значит, тут вот нам говорят, что 240 Гц, причем вот так вот снизу можно подцепить и убрать нахрен. Воп! На стикере еще написано разрешение 2560 на 1600. Вот так правильно это называется. Это замечательно. Был еще один стикер, который я удалил вот здесь. В общем, почему-то запылился у меня, как будто он просто вот под пылищей стоял. Также еще раз стикер THX и Core i9, который тоже надо поудалять. И вы видите, что с точки зрения дизайна это реально MacBook, просто в черном исполнении. Такие же решетки для динамиков. Гигантский трекпад, очень хороший, похожий на то, что использует Apple, просто без каких-либо кнопок. Вот такая вот панелька замечательная. Экран с очень аккуратной рамочкой, да, здесь никаких надписей, ничего нет. Здесь у нас 5-мегапиксельная веб-камера и вот этот инфракрасный сенсор для Windows Hello, который работает шустро, быстро нравится. Клавиатурка весьма странная. Вот тут вопросик. И у вас гигантское шасси, 18 дюймов. Хрен с ним с нампадом. Я уже как бы смирился, что вы про него забываете, и он действительно не нужен. Но почему-то у нас даже стрелочки неполноценные. Ты видишь, да, то есть у нас забили болт и стрелки сказали, нафиг надо, нормально вот такие будут. Понятное дело, есть всевозможные FN-клавиши с управлением подсветкой клавиатуры, экраном, яркостью и прочими делами. То есть все, что мы привыкли видеть на игровых компьютерах. На макбуках с одной стороны и на макбуках с другой стороны. То есть с точки зрения эстетики вопросов к Рейзеру нет вообще. Это действительно один из самых красивых игровых производительных ноутбуков. А всего лишь надо, ничего лишнего. Вот такой вот логотипчик, черный прикольный корпус. Аккуратно сделана. Труба как нравится, ребята. Я вам скажу, что я не пожалел ни секунды. 500 тысяч рублей, но ты получаешь действительно классный компьютер. Надо только вот эти стикеры тоже удалить. Нахрен. Потому что если сразу это не сделаешь, потом они будут как-то коряво выглядеть. Но здорово, что на самом деле удаляются они наизях. И за это спасибо. Все. Вот теперь, на мой взгляд, это идеальный игровой компьютер. Черный, страшный. Как положено. Вы спросите меня, Валя, а что ж ты делал с этой радостью? А я играл в Star Wars Jedi Survivor, который идет на ПК как говнище полное. Я видел более неоптимизированной игры. Даже Cyberpunk 20, прости господи, 77, когда на релизе его все ругали, шел более-менее. Эта мразь тормозит, крашится, просто глючит. Это какая-то жесть. А также Resident Evil 4. Ну, я скачал, играть не стал, просто оценил, кайфанул от того, что все идет. И вообще в восторг. Ну, а давайте, собственно, я вам продемонстрирую, как это работает. А потом подведем маленький итог. Собственно, давайте запустим CPU-Z. И на нашем супермаленьком вот этом окошке посмотрим характеристики компьютера. Но здесь особо нам ловить нечего, потому что чего? 13-е поколение Core i9, 4090, памяти 32 гигабайта. И я смотрел, люди оценивали и говорят, что у нас занято сейчас только два слота. Первый и третий. А второй и четвертый, судя по программке, свободен. А значит, можно достаточно легко доустановить еще 32 гига. И это хорошо. Соответственно, у нас с вами встроенная графика Intel, понятное дело, 4090. Замечательно. CPU, вот эти все радости. Ну, то есть ловить нечего. Из приятного, то, что мне понравилось. Здесь практически нету триального барахла. То есть никаких антивирусов, ничего. Только софт от самого Razer. И здесь, понятное дело, тулза, которая позволяет нам настроить всевозможные профили, подсветки. Бла-бла-бла. Ну, а главное, производительность. Все на максимум. Режим высоко. Ультра ускорение, как положено. И мы с вами залетаем сразу в Resident Evil 4. Прикольно, что когда зажимаешь FN, загораются соответствующие клавиши. И мы с вами можем управлять яркостью экрана, громкостью, понятное дело. И несмотря на то, что у нас вот эти THX, Special Audio, бла-бла-бла, здесь не самые громкие динамики на самом деле. По большому счету можно сказать, что мы имеем что-то среднее для подобного рода продуктов. То есть у того же MacBook'а сами динамики будут, наверное, громче и звук побогаче. И прямо сейчас я понимаю, почему Apple не делает черный корпус. Потому что мы вот его перед съемкой протерли. Но это невозможно. Один хрен, он весь в каких-то разводах. Нативное разрешение 240 Гц. Переменная бла-бла-бла. Экран у нас с вами в режиме HDR почему-то не завелся. С точки зрения графики у нас все на максималке. Разрешение текстур 4К. Используется 11 ГБ видеопамяти из почти 15, хотя заявлено 16. Все, короче, на максимум, максимально высоко, классно, хорошо. Resident Evil достаточно графонистый. И мы с вами видим, что 90 FPS как с куста. В начальной сцене, ну и на самом деле в целом по игре. Так, там творится какая-то дичь, понятное дело. Так обычно кого-то сжигает. Все как обычно принято в испанской деревне. Отпусти, брат. Ладно, давай, делай свои грязные дела. Неприятный ты человек. Неловко вышло. Собственно, у нас здесь в Jedi Survivors вышел апдейт, который, надеюсь, немножко повысил производительность. Опять же, 2560 на 1600, фуллскрин, эпик-эпик-эпик-эпик-эпик-эпик. Высинк, рейтрейсинг, все радости жизни включены. Просто жмем continue и поехали гасить штурмовиков. Так, больше нету желающих? Ну вот такая. Слушай, не, производительность подтянули, стало сильно приятнее. Больше это не лагает. Раньше оно все подвисало просто на ровном месте. Как можно было выпустить настолько забагованную игру, остается вопрос открытым. Но прямо сейчас мы имеем стабильные 60-70 FPS на максималке. Выглядит уверенно. Конечно, хотелось бы больше, вы скажете, я соглашусь. Но, блин, а я хрен знает, куда идти. Что я хочу сказать в итоге. Дорого ли стоит этот компьютер? Да охренеть, как дорого. Можно ли купить дешевле? В целом можно, но, кстати, не факт. В целом сейчас все очень дорого. Нужна ли мобильная 4090, которая, конечно же, не чита десктопный? Ну, тут каждый выберет для себя сам. Эти компьютеры есть с версиями попроще. Понятное дело, ну, так уж гулять, так гулять, решил я. Тем более, что, видите, если консолечки мы покупаем на какой-то действительно достаточно продолжительный срок, а десктоп тоже служит долго, то игровой ноутбук – это в современных реалиях также вещь, которая на 5 плюс лет покупается на изях. И несмотря на то, что я постоянно апгрейджусь, и несмотря на то, что я, допустим, макбуки меняю каждое поколение, тот же игровой ноутбук для меня – это устройство, которое вполне 5 лет может отбегать. И мой предыдущий Asus ROG Scar Strix, не помню, как он там назывался, офигенное решение, до сих пор им сын пользуется, то есть он уехал дальше, да, как говорится, по нисходящей, и я думаю, что для его задач его хватит еще на столько же. А я проапгрейдился, и теперь я буду вот на этой красотулечке играть. Пишите в комментариях, хотите ли вы от меня еще какие-то тесты, возможно, опыт эксплуатации чуть более расширенный, но мне кажется, все понятно. Это действительно очень классная железка, стильная, приятная, симпатичная, все нравится. Вы спросите, а почему у меня английская клавиатура, а как же я буду печатать? Я вам уже не раз рассказывал, что я печатаю вслепую. У меня что макбук без гравировки, что здесь, она мне просто не нужна. Чему я вас и призываю, потому что действительно очень и очень удобно. Жизнь становится проще. Тебе вообще по барабану какая клавиатура печатаешь, и хорошо. Так что буду поигрывать в ПК-игры, пока Sony не родит нам что-то хорошее. Ну и вообще, на самом деле, в следующем сезоне я планирую в EA, FK, Club, как он там будет называться, то, что они выпустят вместо FIFA 24, я буду играть на ПК. Почему? Да потому что там теперь кросс-плей в полный рост, а ПК просто удобнее. Берешь всегда с собой, и хорошо. Ну, потому что Sony, конечно, показала нам эту хенд-хелл-муйню какую-то непонятную, дойти до туалета, но это не то. Вот это то, что надо. Спасибо. Пока.